Здравствуйте! Этот главный эфир мы начинаем в поле. Тема, конечно, не медицинская, но ведь жизнь не заканчивается, и об этом важно не забывать. Солнце, весна, посевная в разгаре. Самое время. Солнце, весна, посевная в разгаре. Тем же, кто сталкивается с продуктами только в магазине, это очевидно далеко не всегда. И такой сугубо потребительский подход сельчан, конечно, расстраивает. Но если посевная, не дай бог, будет провалена, жди роста цен на мясо, молоко и хлеб. И арифметика здесь простая. Если нет своего, раскошеливайся на импортное. Наши аграрии не только кормят белорусов, но и экспортные выручки приносят на миллиарды долларов ежегодно. А будущий урожай начинается именно сейчас. С посевной поэтому смотрят в оба, чтобы не упустить момент, когда ее начать. Не зря же говорят, день прозевал, урожай потерял. В этом году работы в полях начали раньше обычного. Из-за теплой погоды в южных районах Беларуси сев яровых культур уже произведен на достаточно большой территории. И на этом этапе важно абсолютно все. И качество семян, и соблюдение технологий. Ну и, конечно, погода. Что нужно сделать в марте, чтобы получить хороший результат в течение года? И в ИПК, и во всей экономике. Об этом и, конечно, не только. Расскажем и покажем все самое главное за неделю. С вами Сергей Гусаченко и Ольга Макей. Смотрите в программе. Непростое время и адекватные меры. Спасти бизнес и здравый смысл. Хоть одна частная компания, мелкая, большая, выкинет на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси. Ищем лекарства от психоза и страховочный трос для экономики. Чтобы себе дороже не вышло. Рикошетом по всему свету. Как Поднебесная завела в тупик. Коронавирусный пик. Подобно этим деревьям страна пробуждается, возвращается к нормальной жизни. Вирус доброты, который стоит подхватить. Помощь старшим и с креативом к младшим. Социальный репортаж в главном эфире. Не смогла сказать ему стоп. Северная Македония в Альянсе. Это беспрецедентно. Это делает НАТО сильнее. Куда метит скопья? В НАТО живы мы. Под звуки мандолин о балканской мечте расскажем подробно. Семейный подряд посевной компании. От рассвета до заката. Я его учу так по технической части. А насчет компьютера, еще я компьютер, здесь вот он меня учит. Что посеешь, то и заработаешь одним экипажем. Опытный репортаж с полей. Их драма и игра. Купаловскому театру юбилейный сезон. Дякую театру мы выховываем нацию. Цена сцены. В праздник главной профессии масок и перевоплощений. Без переигрываний сюжет нашей программы. Когда экономические последствия от противовирусных мер хуже самого вируса. С предметного рассуждения на такую актуальную тему сегодня и начнем нашу программу. Потеряв голову и здравый смысл от паники, сильнейшие экономики вольно или невольно вгоняют мир в кризис. Дефицит продуктов, слабеющие валюты, целая отрасль, закрытая на карантин, с призрачными шансами ожить после эпидемии. И виноват во многом кажется не ковид-19, а рукотворные беды от непродуманных мер. Предупреждать именно о таком сценарии сначала аккуратно и в полушутливом тоне, а потом все настойчивее. Беларусь начала еще два месяца назад. Умные услышали и приняли всерьез. Остальные посмеялись. А вот сегодня уже большинству не до смеха. Президенты и политики рангом ниже, депутаты и топ-менеджеры мировых корпораций, чиновники-распорядители от МВФ до региональных банков и фондов. Сегодня, как один предупреждают, хватит душить экономику в объятиях тотальных запретов и карантинов. Казалось бы, чего волноваться Беларуси? Действуем спокойно, точечно и на опережение. Но живем ведь не в вакууме. Если лихорадит наших соседей и партнеров, нам в одиночку не справиться. На неделе и уже без шуток, посещая современное предприятие Белгибс, глава государства еще раз обратился к своим мировым коллегам с предостережением. О том, что прозвучало в контексте мировой экономики, и о тех, кто уже перешел на здравую логику для здорового мира после эпидемии. Андрей Кривошеев провел обстоятельный анализ от США и Бразилии до нашей Большой Евразии. Напугать современное прогрессивное и цифровое общество оказывается несложно. Многие выросли на фильмах-катастрофах или помнят войны и развалы своих государств. Оттого при первых шараханьях политиков кончается туалетная бумага и макароны, пикируют валюты и закрываются целые отрасли. И живем вроде бы в новую эпоху, образованы и воспитаны. Но разница с прошлым веком лишь в скорости паники. Уже два месяца Беларусь своим хладнокровием предостерегает соседей. Но понимать нас стали, похоже, только сейчас. Коронавирус закончится. Психоз этот закончится. Месяц-два. А экономика рухнула в мире. А предприятия не работают. Это и на нас повлияло. Вот я спрашиваю, вы свою продукцию продаете сейчас? Слава богу, продаете. А если бы вы стояли, не продавали? Деньги откуда? Нам хватает не только завезенного коронавируса, но и экономических проблем нам достаточно. Нам их подкинут извне. Так зачем нам усугублять внутри страны и создавать лишние проблемы? Рассчитывать надо на себя. Если мы хотим быть суверенными и независимыми. В промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работу. Еще раз говорю, через месяц-два мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира. Панику в связи с эпидемией все чаще называют циничным переделом рынков. И логика в этом есть. Останавливая свои предприятия, оголяете свои же рынки. Решение вот такого взвешенной занятия, экономическую политику, без каких-то караул, так сказать, горит перон там, да. То есть, наверное, это правильно. Потому что иногда мы говорим о том, что войти на новые рынки, да, или даже на старые рынки, иногда запустить производство гораздо сложнее, чем потом его остановить и начать снова. Тем более, что специфика нашего индустриального, так сказать, формата, у нас все-таки крупные предприятия, в какой-то смысле иногда говорят наследники Советского Союза, это конвейера, это тысячи людей, тысячные коллективы. И с этой точки зрения, ну, наверное, производство, у нас много непрерывных производств, БМЗ, нефтепеработка, другие, так сказать, производства. С этой точки зрения просто останавливаться под достаточно, может быть, такой компанищины, я бы даже так сказал, будет неправильно. Пройдет несколько месяцев, страхи улягутся, а на ключевые товары возникнет реальный дефицит. Это значит импорт и вымывание валюты из страны, без того ослабленный карантином. Так уже происходит с продуктами питания, долгого хранения, те же крупы и макароны. А еще с одеждой, обувью, словом, тем, без чего не может обойтись человек. Мы этим психозом сегодня остановили практически экономику всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, мы на них, в одинаковых практических условиях живем, и та тоже начала сворачивать производство. Вы видите, что происходит в экономике. Когда Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки, я это определил как чрезвычайную недальновидность и глупость, скажу откровенно, со стороны руководства США. Но Трамп, как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался. И последнее его заявление мне очень понравилось в стиле Трампа, но мне понравилось. Он сказал так, что если мы немедленно не вернемся на предприятие и не начнем работать, то от безработицы, от того, что мы не начнем работать, умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятие. Президент США действительно, видимо, под влиянием советников сначала призвал заморозить экономику, а потом сам же объявил потепление к Пасхе. Отказался закрывать Нью-Йорк и перегибать с карантином. Все наши решения обоснованы фактами. Я надеюсь, что американцы снова выйдут на работу к той Пасхе, к прекрасному пасхальному дню. План стимулирования, разработанный в Сенате, является первым шагом на пути восстановления доверия и стабильности в американской экономике. Свои аргументы Трамп усилил американским патриотизмом и общим желанием, как можно скорее выбраться из экономического спада. Люди видят, что наша страна хочет вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Так быстро, насколько это вообще возможно. Я думаю, что это очень важный фактор в историческом завоевании. Мы уже сегодня смотрим в будущее. В Штатах умеют считать деньги, но, как и в Беларуси, строго разделяют, где необходимость запустить экономику, а где элементарная безалаберность. Сказано ограничить массовые мероприятия. Значит, касается и пляжей в Майами. Кто не понимает, узнает всю силу американского государства и полиции. Можно, конечно, раскритиковать полицейских за жестокость. Но что, если такими акциями готовятся к будущим массовым беспорядкам безработных, если Трампа не послушают и экономика вернется в мрачные времена Великой депрессии? Они боятся, что спад будет больше, чем в 30-х годах. То есть была Великая депрессия с 29 по 33 год. И у них безработных было где-то от общей рабочей силы 25%, до 26% доходило безработица. Сейчас ожидается до 30% у них. И поэтому ясно, что он просит выйти на работу. Экономика должна работать, должна генерировать прибыль, должна формировать налоги. Потому что без этих процессов, естественно, говорить об стабильности, экономической стабильности государства очень сложно. И уже ряд экспертов заявляют о том, что те государства, которые не справятся с экономическими проблемами после коронавируса, ждут социальные потрясения. С одной стороны, Трампу легче. Напечатал доллары, раздал людям, поддержал спрос и бизнес, который его обеспечивает от продовольствия до жилья. С другой, в Штатах невозможно напрямую ограничить увольнение. Как в Беларуси, где президент настоятельно рекомендует людей под шумок не сокращать. Себе дороже выйдет. Передайте частникам, чтобы это все услышали. Если только хоть одна компания выкинет на улицу людей, в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем. Хоть одна частная компания, мелкая, большая, выкинет на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси. В трудное время людей надо сохранить. Пускай в карманах у себя, в сейфах пороется, поддержит свою компанию и поддержит людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги. В Беларуси услышали. Кстати, сегодня даже самые либеральные из рыночников в мире переходят на ту же лексику. Например, Международный валютный фонд МВФ, да, предрекает рецессию и восстановление, но с оговорками именно про увольнение. Мы работаем над восстановлением мировой экономики в 2021 году. Это вполне возможно, но только если нам удастся локализовать вирус и предотвратить переход проблемы с ликвидностью в проблему неплатежеспособности. Внезапная остановка мировой экономики грозит волной банкротств и увольнений, которые не только могут подорвать восстановление, но и разрушить структуру нашего общества. Оговорки не случайны. Ликвидность – это не только деньги, но и сырье и комплектующие. Если заводы простоят слишком долго, перезапустить всю цепочку будет невозможно. А это действительно банкротство либо продажа за бесценок. Мало того, что миллионы могут стать безработными, так еще могут уйти с молотка или быть потеряны целые отрасли. В бизнесе, где они живут на спекуляциях, это понимают отчетливо. Если не работают предприятия, нет продукта, и рано или поздно, если все предприятия остановятся, это будет коллапс. И не только страновой, но и всемирный. Поэтому сегодня очень важно, чтобы работали все предприятия, естественно, в соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, которые всем нам с вами известны. У меня тоже мои предприятия работают, и это залог того, что экономика будет дальше продолжать, и мы с вами будем жить. Вот что важно. Насколько серьезная ситуация? Ну, ситуация очень серьезная, потому что те меры, которые принимаются, например, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, там, установки производства мы видим, ну, приводят к тому, что люди не работают, начинают сорваться логистические цепочки, в первую очередь, конечно, подвержена эта логистика, туризм, такие отрасли. Вот, но если цепочки начинают логистически прорываться, то начинают прорываться и производственные цепи. И это очень опасный момент. Еще одну причину называет академик Сергей Глазьев. критикуя возможное повышение ключевой ставки Центробанком России. Если просто, это стоимость денег. В теории, чем дороже деньги, тем стабильнее рубль. Но на практике дорогие деньги нельзя взять для развития своего реального производства. Значит, своя экономика будет падать, а спекуляции с валютой, напротив, только расти. Наши денежные власти работают на спекулянтов. Если, не дай бог, произойдет вот это простое решение поднять процентную ставку, это добьет нашу экономику реальный сектор окончательно. Никакого смысла этого не даст, потому что спекулянты уже побежали. Они уже, так сказать, не будут возвращаться ради процентной ставки ни сегодня, ни завтра. Но вернутся, может, через полгода. А за эти полгода у нас раскрутится галлопирующая инфляция. И плюс к этому прекратится окончательное кредитование экономики. Излишние меры карантина критикует и популярный в России левый политик и дипломат Николай Платошкин. Логика, кстати, схожа с белорусской. Пока люди работают, они на виду, в коллективе. А вот закрыли предприятия. Особенно те, на которых своя медсистема, профилактика, реабилитация. Кто квалифицированно присмотрит за здоровьем? Не банки же с магазинами. Я прихожу в банк. Я же там не знаю никого из клиентов. Кто где был? Были ли они в Италии? Наоборот, если вы работаете на каком-то предприятии, там-то, тем более, если оно небольшое, там-то примерно все-всех знают, кто куда ездил. Ну и там можно изолировать, скажем, не всех, условно говоря. Не был никто, предположим, в Италии или где-то. А может быть, одного-двух. Ну или людей, которые склонны к хроническим заболеваниям. Там-то они все известны, люди знают друг друга. Здесь какая-то логика странная. Продовольственные магазины сохраняются, они должны сохраняться. Ну, а там что? Известно, кто чем болеет, что ли? Опомнились и объединенные нации. Уже сегодня призывы ООН идут дальше борьбы с эпидемией. Через запятую. Остановить распространение вируса и поддержать работающих людей. С опозданием, но абсолютно справедливо. Во-первых, нужно как можно скорее локализовать эпидемию. Нужна общая стратегия и солидарная поддержка наиболее уязвимых для пандемии стран. Во-вторых, мы должны работать вместе, чтобы минимизировать социальные и экономические последствия. Наш главный акцент на человеческом измерении. Это человеческий кризис, а не финансовый. Мы должны уже сегодня сосредоточиться на людях, которые зарабатывают себе на жизнь, на платежеспособности предприятий. А ведь именно об этом еще два месяца назад, в самом начале паники в мире, говорил президент Беларуси. Нельзя лечить головную боль отсечением головы. Многие ведь посмеялись тогда над трактором. А мысль была глубокая. Заберите сегодня у человека его работу и образ жизни. Завтра сама эпидемия окажется меньшим злом. А если ты занят работой, если переводить слова президента на тракторе, посевная, если ты занят на производстве, умственным трудом, активным трудом, ну не до этого, не до болезни. Вот и президент Бразилии, где экономика так же открыта, как белорусская, призывает не выжигать свою же землю тотальным экономическим карантином. Вирус есть, и мы противостоим ему, но он скоро пройдет. Жизнь должна продолжаться. Должны быть сохранены рабочие места и средства к существованию семей. Я призываю муниципальной власти отказаться от политики выжженной земли, закрытия торговли, запрета общественного транспорта и так далее. Во всем мире доказано, что группа риска – это люди старше 60 лет. Тогда зачем закрывать школы? Никто в Беларуси не отменяет и не сворачивает противовирусных мер – точечных, адресных, спокойных и превентивных. Система здравоохранения работает в круглосуточном и напряженном режиме. Что же касается экономики, бюджета своей семьи и бюджета государства, то здесь нужно просто включить свой опыт и логику. Если бы в каждой кризисной ситуации мы бы впадали в ступор, то вся наша жизнь могла бы пройти в этом сумеречном состоянии. Андрей Кривошеев, Никита Дементьев и Владимир Королев. Паника – худшая из болезней. В главном эфире. Тем временем правительство подготовило пакет мер для стабильной работы экономики. А это поддержка реального сектора, среднего и малого бизнеса, а также ИП. Его обсудили в конце недели на президиуме Совмина. Экономика Беларуси открыта. Это значит, естественно, мы не можем оставаться в стороне от мировых проблем, когда нарушены традиционные логистические цепочки экспорта и импорта, в том числе и у наших предприятий, и не исполняются заключенные контракты. При закрытых границах у стран-партнеров снизился и спрос на некоторые услуги белорусских компаний. Речь идет о турфирмах, гостиницах, кафе и авиа, ЖД и автоперевозчиках. Каждое ведомство по своему коридору предложило шаги выхода. Изучали опыты европейских стран и Евразийского экономического союза. Пакет объемный. То, что уже было озвучено, это возможное смягчение по арендным платежам и налоговым обязательствам. Налоговые каникулы рассматриваем для наиболее, скажем так, уязвимых отраслей. Посмотрим, в том числе, возможность снижения, в первую очередь, имущественных налогов или, скорее всего, отсрочку по их уплате. Бизнес, в принципе, просит в большей части об этом. Если речь идет о более крупных предприятиях, то здесь, скорее всего, будет необходимо применить индивидуальный подход и рассматривать уже ситуацию на каждом конкретном крупном предприятии отдельно, индивидуально, оценивать финансовые потоки, оценивать потери, выстраивать комплексную модель оказания поддержки. Здесь еще и банковский сектор задействован, здесь и социальная политика вовлечена в этот процесс. И поэтому придется вырабатывать некий комплексный подход. А Нацбанк уже смягчил требования по выдаче займов. Коммерческие банки получили больше свободы. Например, вольны дать отсрочку по выплате кредитов. И самостоятельно определять дополнительную сумму в долг, оценивая, конечно, и риски по каждому предприятию. Ну а вот рисков в отношении Беларуси и Китая не наблюдается. Высокий уровень партнерства называют всепогодной дружбой. Имеются в виду, конечно, не климатические изменения, а устойчивость наших связей. Они пронизывают все сферы – политику, дипломатию, экономику, социальное развитие и культуру. Совместные проекты гарантированно выстоят в тяжелых условиях. Мало того, есть все возможности еще и прибавить до конца года. В частности, об этом на неделе во Дворце независимости шла речь на встрече президента с послом КНР в Беларуси Цуицемином. Подробно обсуждались проекты, которые сегодня успешно переживают стресс-тест на прочность и те, что добавят в копилку сотрудничества. Нам никто не мешает и ничто не мешает никакие коронавирусы развивать двусторонние отношения. Вирусы не повлияют наше политическое сотрудничество. То, что в сфере дипломатии у нас все нормально, говорит о том, что вы сегодня здесь во Дворце независимости. Об этом даже речи не идет. Что касается торгово-экономического сотрудничества, я не заметил, что мы также где-то провалились. Да, была некая пауза. Вы знаете, она не с Белоруссией связана. Мы это воспринимаем нормально. Но, знаете, не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое в наших силах. И мы это сделаем. Китайская сторона разделяет этот оптимизм и на то есть веские основания. Так, в конце прошлой недели в наш совместный Великий Камень зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. Новый инвестор будет заниматься научными разработками в автомобильной отрасли. И это именно то, ради чего создавался Великий Камень. Новые технологии приходят в нашу страну, инновационный продукт поставляется на экспорт. С Белоруссией мы достигли наилучшего в истории уровня взаимодействия во всех сферах. Это касается и глобальной инициативы «Один пояс, один путь», и белорусско-китайского индустриального парка и других важных направлений. Мы и впредь будем поддерживать коренные национальные интересы друг друга. Конечно, не обошли стороной совместную борьбу с эпидемией. Страны обмениваются опытом и в этой сфере, и демонстрируют миру главный тезис. Вирус можно победить, если работать грамотно, точечно и слаженно, без паники. Настоящим примером того, как общими усилиями можно справиться с большой проблемой, стал китайский город Ухань. В 95% жилых комплексов Уханя людям впервые разрешили покидать квартиры. В случае сохранения позитивной тенденции сам город планируют открыть 8 апреля. Пока же работу возобновляют производство и культурные учреждения. Бригады врачей покидают провинцию Хубе и отправляются домой. Для этого 25 внутренних авиакомпаний направили в регион 294 спецрейса. Они перевезли 34 тысячи врачей и медсестер и около 2000 тонн багажа и медицинского оборудования. Эта весна и зацветающие сады стали для жителей Китая символом победы над эпидемией. Страна возвращается к жизни. Репортаж от наших китайских коллег специально для главного эфира прямо сейчас. Число новых случаев заражения коронавирусом в китайском Ухане упало до нуля. Сложно поверить, что месяц назад этот показатель доходил до 15 тысяч. Низкий поклон от местного чиновника говорит всё о вкладе этих людей в борьбу с эпидемией. Теперь время возвращаться домой. 40 тысяч медиков со всего Китая приближали этот день как могли. Но многим прощание кажется таким же трудным, как и полтора месяца напряжённой работы. Мы будем скучать по людям в этом городе. Собираясь в дорогу, мы убрались в комнате и оставили записку со словами «Вперёд, Ухань!». Потом мы все разрыдались. Лу Тин Тин – статистик бригады военных медиков. Её работа – сводить в таблицу информацию из городских больниц. 18 марта она наконец увидела то, чего ждала уже много дней. Ноль новых диагнозов, ноль подозрительных случаев. Я так рада видеть эти цифры. Ноль – это значит, мы едем домой. Экипажу сычуанских авиалиний поставлена ответственная задача – доставить врачей и медсестёр из провинции Хубэй в родные города. Когда мы доставили их в Ухань, я сказал себе, что для меня это дело чести – вернуть их домой в безопасности. Я счастлив, что с ними всё в порядке. В Ухань впервые с начала эпидемии уровень эпидемиологической опасности опустили с высокого до среднего. В городе запустили общественный транспорт. Компании постепенно восстанавливают производство. Одними из первых вышли на работу строители моста Дзяньханьццяо. Объект важный – соединяет два района города. Своих работников мы встречаем на машинах, если у них нет личных транспортных средств. Организовали трансфер и для наших рабочих из других городов и провинций. В городе уже возобновлено строительство железнодорожных путей. К работе приступили речные терминалы. Функционируют около 150 компаний, деятельность которых связана с речными перевозками и обслуживанием портов на территории провинции Хубэй. В других регионах страны готовятся к возвращению детей в школы. Провинции Юйнань и Шанси возобновят уроки на следующей неделе. В Тибет в конце месяца, а в Гуйчжоу несколько учебных заведений уже работают. Мы ставим смены для учеников по особому расписанию. Они будут заниматься в классе, обедать и уходить. Перемены по 10 минут. Концерты и другие массовые мероприятия пока отменены, но артисты верят, что ненадолго. Пируэты, па и плие – неотъемлемая часть тренировок шанхайской балетной труппы. А вот защитные маски – это что-то новенькое. Дышать в маске очень сложно, ведь танец – это тяжелый физический труд. Надеюсь, скоро, когда мы их снимем, будем просто летать. Вернуться к привычному образу жизни стремится весь Китай. С 20 марта возобновили работу культурные учреждения, библиотеки, туристические достопримечательности. Мы слишком долго находились дома, и вот сейчас решили прогуляться. Забронировали билет, как только это стало возможным. Думаю, такая прогулка вполне безопасна. Мы хорошо провели время. Особой популярностью пользуются парки и ботанические сады. Весна – лучшее время в Китае, но в этом году у нее особенный смысл. Подобно этим деревьям страна пробуждается, возвращается к нормальной жизни. На улицах и в парках все больше людей. Распускающиеся цветы для них – символ победы над эпидемией. А теперь о ситуации в нашей стране. В Беларуси она остается спокойной и контролируемой. 32 пациента уже выздоровели. Никто из заболевших не переведен на искусственную вентиляцию легких. Лекарств и больничных коек хватает. Это, если коротко, последние данные от белорусского Минздрава. Кстати, информацию в профильном ведомстве обновляют раз в несколько дней. И это связано прежде всего с отсутствием лавинообразного роста новых случаев заражения коронавирусом. Так что отсутствие новостей – тоже новость. Ну, в нашем случае точно хорошее. Всего же в Беларуси уже проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19. Минздрав призывает проявлять больше сознательности и самих белорусов. Так, например, воздержаться от поездок за пределы страны. А тем, кто возвращается на родину – самоизолироваться на 14 дней. Тем самым позаботиться о своих близких, особенно если это люди преклонного возраста. Им, напомню, и вовсе рекомендуется отказаться от выхода из дому. На помощь одиноким пенсионерам и инвалидам придут социальные работники, почтальоны, участковые, волонтеры. При необходимости сходят в магазин, аптеку, уберут в доме, а она да и дров наколит. К сознательности, похоже, стоит призвать и отдельные СМИ, ресурсы и блогеров. В ситуации, когда медики ведут кропотливую, непростую работу, где любая помарка только на руку вирусу, новости о этой самой работе откровенно подогревают, искажают и передергивают, придавая им негативный, порой фейковый и даже ироничный окрас. Злословили даже насчет благотворительного счета, который открыл Минздрав. Глядя на это, хочется сказать только одно. Если вы не помогаете медикам, то хотя бы не мешайте работать. А пока давайте посмотрим материал Анастасии Бенедесюк. Теть Валя по-соседски называют Валентину Колтович в Иваничах, деревня на 80 хат. Это Червинский район. Нашу съемочную группу хозяйка приглашает в летнюю кухню. Здесь, в печи, она готовит ароматные пышки. Ждет дорогих, но редких гостей. Наказ детей и внуков. Дети звонили и просили, мама, никуда не ходи, ни с кем меньше общайся. Вообще у Валентины Колтовича есть средства от многой. Хвори, липовый цвет, мелиса, мята и земляника. Чем спасаться от нового вируса, женщина узнает из прессы. Мыть руки, максимум свежего воздуха и минимум личного общения. Помощь с заставкой на дом. Ну и нам тоже с доставкой на дом доставляют наши соцработники. Спасибо им. Не отказывают. Это не мочо говорить. Не отказывают. В Иваничах живет человек 70 и лишь пятеро из них работают. Остальные давно на пенсии. Поэтому соцработники для них сегодня это и магазин, и почта. И что уж тут живое общение. Тем временем к дому теть Вали подъезжает ее мобильная бригада. В марлевой защите с провизией в руках. Здесь же у входа отработанное за несколько недель движение. Теперь с собой они всегда носят не только удостоверение, но и баночку с антисептиком. Больше звонков от самих пенсионеров стало вот за это время? Да. Да, намного больше, конечно, стало. Потому что такая ситуация, пенсионеры боятся выходить на улицу. И такая служба должна быть. Центр соцобслуживания есть в каждом районе страны. Там работает 20 тысяч человек. Каждый второй – это соцработник. Сейчас у них горячая пора по нескольку вызовов в день. Подставили плечо волонтеры, сельские советы, участковые. Проводится действительно широкомасштабная работа. Дорога, ты давайте сюда. По данным на 27 марта в территориальные центры по всей стране поступило 1730 заявок. На каждое отвечают тут же. Президент ставит задачу для всей вертикали власти – от правительства до председателя сельсовета – сделать жизнь старшего поколения максимально комфортным даже в максимальной изоляции. Но и от нас с вами требуется уже в понедельник. У школьников начинаются каникулы. Не мешало бы подумать не только о досуге детей, но и здоровье своих родителей. Зона риска. Старики после 75 лет до 80 лучше не рисковать. А 80 – это вообще должен сидеть и только открывать окно, проветривать и смотреть. Это время, пока вирусы эти бродят. Надо сказать, что старики отозвались на просьбу, чтобы они меньше бродили, ходили. Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы одиноким могли лекарства привезти и продукты питания. Усилен контроль и за здоровьем соцработников теперь и им. Измеряют температуру тела. Что касается звонков, они не прекращаются и в выходные. С 9 до 18. Дякую, что мне приносите. Я вам его. Вот он, вирус доброты. И дело не в пышках. Во внимании, понимании ситуации и добром слове. И тогда будет точно, как на этой майке. У своим краю, як у раю. Мы перемещаемся в Заславль. Это известное белорусское предприятие по производству одежды и трикотажа. Не без доли юмора. Там выпустили новую коллекцию под хэштегом «Разом от заразы». Несколько героев, которые присутствуют в коллекции. Это такая вот бульбочка, которая на нашей маске. Я даже сейчас, наверное, примерю маску, покажу вам. Вот. Вот. И чесночок. Это два героя, которые, в принципе, расположены на всех изделиях. Также интересная идея на носочках. Могу тоже показать. Одни носки – это чеснок и водка. Это такое народное средство, популярное, но в то же время на самом деле действенное. Есть у предприятия и интернет-магазин. Кстати, только за эту неделю количество онлайн-заказов увеличилось на 20%. Многие сегодня предлагают бесконтактную доставку, когда курьер посылку оставляет у двери. Маски обработаны специальным антисептическим составом, выдерживают 20 стирок. А еще уже из заботы о своих сотрудниках, тем, кто может работать удаленно. Фотографы, дизайнеры разрешили работать дома. Разумеется, контроль обеспечен. Впрочем, все это вторично продолжают в Заславле. Как социально ориентированное предприятие, все под тем же хэштегом «Разом от заразы», они оказали финансовую помощь, переведя средства на борьбу с коронавирусом в Беларуси. На неделе в Минздраве открыли благотворительный счет на помощь медучреждениям. Достаточно сложно сказать, рассчитывали или не рассчитывали. В первую очередь, естественно, мы рассчитывали ресурсы собственной системы. Это в первую очередь. Это дополнительные дозакупки лекарственных средств, дополнительные дозакупки средств защиты медицинских работников. Это и защитные костюмы, и маски, и перчатки, и очки, и бахилы. И про лекарственные средства я сказала. На сегодняшний момент мы уже говорим о шестимесячном запасе. То есть мы понимаем, что страны вокруг закрываются, нам нужно создать нашу собственную подушку безопасности. Но, естественно, мы рады любой помощи, потому что это те ресурсы, которые у нас планировались на другое. На 9 утра пятницы, 27 марта, предприятия, бизнесмены, резиденты ПВТ и просто небезразличные люди перевели на благотворительный счет более 551 тысяч рублей и свыше 16 тысяч евро. Распределять средства будут в открытом режиме, а это столичное кафе на время решило поработать в режиме закрытом от посетителей. Все свои силы они направили на то, чтобы собрать с собой доктору. У нас нет миссии накормить голодных. Наши врачи не голодны. Государство все, что может для этого и что должно оно делать, оно делает. Мы не хотим быть матерью Терезой, а мы хотим быть бабушкой Аней. Сейчас врачам не доехать до своей мамы, не покушать вкусного борща. А мы можем этот борщ приготовить и им привезти. Начали с наваристого борща. Вообще меню расписано на неделю. Будут и совсем экзотические блюда. Все согласовано, полезно и удобно при доставке. Кафе находится на Кропоткино. Там же расположена инфекционная больница. К слову, вернувшись из Европы, непродолжительное время под присмотром тех, кого они сегодня так вкусно благодарят, лежали и сотрудники этого кафе. И это еще один пример, как общее горе объединяет и неблизких кровью. Одним словом, свояки. Мы же знакомимся с шестиснопскими свояками, жители одной деревни и все родные. Десять лет назад несколько семей в Червинском районе объединились в один музыкальный коллектив. Наносить плотно, чтобы края маски прилегали к лицу, и менять каждые 2-3 часа. Студенты-медики Ивана и Татьяна, а также медицинская сестра столичной поликлиники Анна, в общем-то, ребята со знанием дела, теперь именно так начинают любую репетицию коллектива, символично задвинув даже концертную корону куда подальше. Естественно, дополнительно обрабатывали, как говорится, каждый уголок на всякий случай, потому что людей приходит много, дети приходят в клуб постоянно, и играют там и в тренинсы. Обязательно все это проводим дезинфекцию, чтобы, ну, как говорится, все было чистенько и аккуратненько. От репетиции решили не отказываться, все-таки и так живут дом к дому. Концерты пока не дают, но в перспективе думают спеть в онлайн. Как у нас раньше говорили, не такую войну пережили, переживем этот корона. Не надо бояться, надо любить просто жизнь и людей. С этим сложно поспорить, только, пожалуй, будьте бдительнее. Руки, расстояние метр, но и с песней ждем все-таки всех в онлайн. В главном эфире Анастасия Бенедесюк, Виталий Селявка, Александр Берецкий и Валентин Колко. Несмотря на то, что в некоторых странах ситуация остается действительно тяжелой, в мире продолжает расти число вылечившихся от коронавируса. Таких уже свыше 140 тысяч человек. Пока большая часть стран, где бушует инфекция, находится в режиме карантина, на планете значительно улучшилась экология. Спутники НАСА и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу. Как известно, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения признал карантин неэффективным в борьбе с коронавирусом. Так или иначе, даже саммит Большой 20-ки на этой неделе прошел в режиме онлайн-конференции. А президент США сегодня передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает твиттер американского лидера. Изменить решение Дональда Трампа заставил в том числе губернатор Нью-Йорка, который подчеркивал, что в штате уже введены карантинные меры, в частности, запрещены массовые мероприятия. А если Нью-Йорк заблокировать, это повлияет на экономику всей страны. Тем временем европейцы на карантине времени даром не теряют. Так житель французского города Тулуза пробежал больше 42 километров по балкону своей квартиры почти за 7 часов. Он сделал около 6 тысяч кругов и посвятил свой домашний забег медикам, борющимся с COVID-19. А в Австралии за время изоляции хозяева обучили собаку новому трюку забивать мяч носом в крошечные ворота. Теперь большую часть времени собака-футболистка совершенствует навыки и учится играть в боулинг и фрисби. В общем, даже в самых сложных условиях люди стараются не терять бодрости духа и пытаются найти ответ на главный вопрос. Как так получилось, что в одних странах вирус удается держать в упряжке, а в других он распространяется просто с космической скоростью? Перенесемся в Италию, медицинская система которой к вызову COVID-19 оказалась попросту не готова. Да и сами граждане к рекомендациям медиков прислушиваются далеко не всегда. Думаю, многие видели эмоциональные выступления мэров итальянских городов. К сознательности и соблюдению правил гигиены призывают и итальянские медики. Если кто-то у нас в стране к советам врачей относится легкомысленно, можете найти и посмотреть эти видеообращения в соцсетях. Отсутствие европейской солидарности и трагедия конкретных людей, так описывает итальянские реалии доктор, ученый, волонтер и подвижник из Милана Эдуардо Мессони. Мы связались с профессором по скайпу. Дело в том, что Мессони уже три недели заперт в своем доме на карантин. Почему мы выбрали именно его? Во-первых, Мессони врач. Специальность редкая. Тропическая медицина и эпидемиология. Работал в самых бедных районах Африки и Латинской Америки на передовой с лихорадками. Во-вторых, еще 20 лет назад профессор предупреждал свое правительство разрушите единую систему здравоохранения, окажетесь бессильны против эпидемий. И в-третьих, как ученый, он объездил полмира. Может сравнить. Наш первый вопрос. Почему Италия сегодня больше напоминает Африку 40 лет назад, когда профессор работал там врачом-волонтером? Деградация нашей медицины произошла не сразу. В 80-х годах, как единая система, она была одной из лучших в Европе. Губительные реформы начались в 2001. Сначала единый организм разделили на 20 частей по количеству регионов Италии. Минздраву оставили общие вопросы, а регионы стали решать сами, приватизировать клиники или нет. Так была утеряна управляемость. Сегодня регионы сами решают, тестировать на вирус всех или выборочно, закрыть на карантин или выжидать. Фактически, единой системы больше нет. Вторая причина экономика. Последние 10-15 лет мы отстаем в развитии. Меньше денег остается на оборудование, зарплаты, новые квалификации. Нам банально не хватает врачей. Они разъезжают туда, где платят больше. Третье. Нехватка инвестиций в фармацевтику и новые технологии. Все это вылилось в итоге в фрагментацию здравоохранения, недофинансирование, дефицит врачей. Это плохо даже в обычной ситуации. А когда эпидемия и количество нуждающихся в интенсивной терапии выросло в десятки раз, это катастрофа. Я сужу по моему родному Милану. Ломбардия как раз среди самых пострадавших регионов. У нас прошла массовая приватизация клиник. Но сегодня большинство из них отстранились от помощи государству. Несколько крупных больниц помогают из солидарности, однако частный сектор в целом не участвует. Все тяготы обрушились на общественную систему здравоохранения. И это настоящая драма для Италии. И напомню, это мнение не предвзятого профессионала, а врача и профессора трех университетов. А теперь вспомните, как настойчиво били Беларусь последние 20 лет. Именно за то, что не дробим свою медицину и не реформируем, читай, не приватизируем охрану здоровья. Где сейчас все эти реформаторы? Ведь они, каждый выбор из середины 90-х, предлагают нам, по сути, сценарий итальянской катастрофы, конкретно в медицине. Но вернемся к профессору Миссони. Как он сегодня оценивает спокойные, точечные белорусские карантинные меры и нашу модернизированную советскую систему охраны здоровья? Я убежден, что единая, бесплатная, общедоступная медицинская система это фундаментальная ценность для защиты людей. Что касается карантина, это не панацея. Сам по себе карантин не лечит. Смотрите, вот я сижу дома без вылаз, но уже три недели. И у меня все в порядке. Достаточно пространства, светло, хороший вид из окна. Но представьте себе людей, которые ютятся в малогабаритных квартирах с детьми и стариками, за которыми надо ухаживать. Это же ад без внешней помощи. И двойная опасность и для физического здоровья, и для психики. И еще вот мы сегодня постоянно моем и дезинфицируем руки. Что правильно. А представьте себе трущобы или страны, где просто нет водопровода. Я уже не говорю о здоровом питании и медицине. Я это к тому, что главное, чему эпидемия учит нас всех, это солидарность между странами, людьми, соседями. О подобных последствиях Эдуардо Миссони предупреждал еще 20 лет назад. А сегодня профессору даже не нужно выходить из дому, чтобы понять, насколько он был прав. Солидарности нет, платная медицина нацелена на прибыль, а не на здоровье людей. Единая Европа без границ ограничений хороша лишь, когда все хорошо в экономике. Наша система оказалась не готова к эпидемии. Небольшие города, провинции и страны не могут справиться в одиночку. С моей точки зрения, как европейца, это совершенно недопустимая ситуация. Мы создавали Евросоюз, чтобы действовать сообща. Но COVID-19 жестоко указал нам, что на самом деле торжествуют совершенно другие идеи. Я бы назвал их даже фашистскими. Закрытие границ, сокращение помощи, попытки перекупить врачей и оборудование, спекуляции. Например, мы перестали сами производить средства защиты. Нам говорят, их дешевле делать в Китае. Я помню, в середине января, покупая в Миланской аптеке маски, я был очень удивлен, что они изготовлены в китайском Ухане. Вы представляете масштабы безумия? Они поставляли на маски, хотя у самих был дефицит. А потом мы стали отправлять в Китай их же средства защиты. Вот вам и глобализация. Абсурд, который оборачивается трагедией. Здравоохранение должно быть единым, скоординированным и доступным всем. Нам нужно уходить от модели рыночного капитализма, которая не работает. Она вредна. Она порождает страдания и неравенства. Эта система убивает. Вот чем у нас должна научить нынешняя эпидемия. Это было компетентное мнение профессора из Милана Эдуардо Мессони. Хотим подчеркнуть, мы нисколько не умаляем героизм итальянских врачей. Они спасают жизни в эти самые минуты. И мы не нагнетаем панику и психоз. Они, как показывает Италия, даже страшнее самой эпидемии. Мы лишь хотели и показать вам. Они все рецепты в наш белорусский адрес одинаково полезны. Иные советы проверяются десятилетиями и часто подтверждают нашу правоту. Действовать аккуратно, точечно, адресно. Пожелаем Италии скорее справиться с эпидемией и ее последствиями, а Эдуардо Мессони и его землякам сохранить здоровье и скорее выйти из режима полной самоизоляции. Теперь, думаю, становится уже совершенно понятно, в таких странах, как Италия, пользуются всеми доступными методами, чтобы вирус остановить. Люди сидят на карантине и из дома могут выходить лишь с официальным на то разрешением, а за несоблюдение правил грозит внушительный штраф. Мы связались с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом в разных странах. Среди них Испания, Франция, Германия и даже Саудовская Аравия. Они прислали нам небольшие селфи-интервью, чтобы лично рассказать о том, что у них сейчас происходит. Вместе с белорусами за рубежом свое видео прислала и соотечественница, которая только что вернулась из Лондона в Минске. Ей было что сказать и с чем сравнить. Давайте послушаем. На данный момент находимся в Беларуси. Нас ожидает 14 дней самоизоляции. Я лично убедилась в том, какие меры предпринимаются нашей страной. Первое. На выходе из самолета всех пассажиров проверяют тепловизором. В зале прилета огромное количество стенда с дезинфицирующими растворами. Еще одна проверка тепловизором. На паспортном контроле вас достаточно дотошно расспросят, где вы были до этой поездки, путешествовали ли вы по Европе. И далее вы попадаете в лабораторный пункт, где сдаете анализ на коронавирус. Результат обещает быть через 2-3 дня. Но, по крайней мере, на нашем рейсе никто не отказался и все стояли в очереди за этим анализом. Что касается ситуации в Великобритании, то, я думаю, она настигла апогея. И это в большей степени спровоцировано и правительством, и медиа. Англия не привыкла видеть пустые полки в магазинах. Я это видела лично, где нет на полках в принципе ничего. Для англичан это большой шок. Государственная система медицинского обслуживания, она работает в таком мобилизационном режиме. Но, к сожалению, никаких рекомендаций, кроме как оставайтесь дома, следите за своим здоровьем, принимайте протестамол, вы не получите. Даже если у вас серьезные симптомы. Поэтому я убедилась лично, что да, в Беларуси принимаются конкретные меры, ситуация под контролем. В Лондоне вы ни за какие деньги, нигде не сдадите тест на коронавирус. Так что мы ждем наши результаты, надеемся, что все будет отлично. Что происходит в Испании, в Барселоне в частности сейчас? Открыты только аптеки, больницы и супермаркеты. И это единственные места, куда люди могут выходить. Штраф от 500 евро вплоть до тюремного заключения. Идут, конечно, сокращения на многих предприятиях, они называются временные сокращения. То есть отправляют, как бы увольняют до момента, пока все наладится. Но все ли вернутся на работу или нет, это сейчас большой вопрос. В больницах сейчас принимают только тяжело больных. Остальные все визиты отменены, только консультации по телефону или видеоконференции. Вот уже несколько недель у нас закрыто практически все, кроме продуктовых магазинов, почт, аптек и банков. Я, например, работаю в онлайн-магазине. У нас сейчас просто невероятное количество заказов. Есть небольшой дефицит продуктов. Я не скажу, что магазины пустые, но каких-то товаров определенно не хватает. Например, макароны, полки с рисом пустые. Совсем нереально купить туалетную бумагу. Я разговаривала с продавцом в магазине и она сказала, что каждое утро в 8 часов завозят товары, но за 30-40 минут буквально их все раскупают. Ситуация в Саудовской районе сейчас не самая приятная. С 26 марта официально в стране введен комендантский час с 3 часов дня до 6 утра. В это время запрещено находиться на улице. Если люди будут нарушать эти правила, то будут штрафованы. За первый раз штраф 2600 долларов, за второй 5300 и за третий 20 дней тюрьмы. Что происходит во Франции и в особенности в Парижском регионе? Выходить можно только в радиусе одного километра от дома, максимум один раз в день и на один час. Обязательно иметь с собой разрешение. Если его нет, то возлагается штраф в размере 135 евро. И при повторных нарушениях этот штраф может увеличиваться вплоть до ареста. Работников перевели на удаленную работу. Те, кто не может работать удаленно, сейчас находятся на временной технической безработице. Магазины запускают по мере наполнения. На кассах специально расчерчены зоны дистанции, которые нужно придерживаться. Уже сейчас видно, что карантина влияет на экономику Франции. Эпоха коронавируса породила и другую, не менее опасную угрозу – информационную. Возвращаемся к тому, что отмечали чуть выше. Открытость белорусского Минздрава некоторым коллегам в масс-медиа не дает покоя. Продолжаются фейки и вбросы относительно коронавируса. Тот самый психоз, о котором говорили не раз и у нас в стране, да и в мире. Известное американское агентство Bloomberg, которое высока вероятность не знает, где находится Беларусь и что там происходит, на неделе выдало громкую сенсацию. Якобы в нашей стране от коронавируса умерло 22 человека. Материал опубликовали в четверг в районе 7 утра по Минску. Эту информацию активно и с удовольствием подхватили некоторые белорусские ресурсы. Спустя пару часов Bloomberg все же заметил свою ошибку, но вместо опровержения информации просто аккуратно поправили цифру в том же материале. А теперь давайте представим, сколько людей прочло материал изначально и кто из них зайдет туда снова и увидит новые цифры. Выводы можете сделать сами. Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где вымысел в самом большом вызове для нашей планеты в 2020 году? И кто такой COVID-19? Разберемся вместе. Надо понимать, что сейчас в условиях глобализации все страны тесно взаимосвязаны именно в вопросах производства тех или иных товаров и услуг. Если условно какие-то элементы производства в Китае, они необходимы в Европе или в Соединенных Штатах Америки. И поэтому введение карантина в том или ином регионе или в целом во всем мире, оно и безусловно приводит к тому, что будет наблюдаться сильный экономический спад. Для решения важных задач на перспективу, конечно, надо ограничивать период карантина и принимать меры локально. То есть есть заболевшие, надо их локализовать, изъять из общества и непосредственно использовать для того, чтобы производственные цепочки не разрушались, экономика продолжала работать, так как после любого карантина и борьбы с вирусами может наступить экономический коллапс, а этого допустить нельзя. О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и особенно медиа расскажем в понедельник после панорамы в понятной политике. Ну что же, пока весь мир планомерно борется с коронавирусной инфекцией, в Североатлантическом альянсе не могут побороть внутренние разногласия. Мушкетерский принцип пятой статьи Устава НАТО один за всех и все за одного почему-то резко позабыли в Чехии и Польше. Пока назначенные враги альянса Китай и Россия помогают Италии гуманитарными грузами, чешские власти их конфискуют. Польские друзья по НАТО пошли тем же путем, блокируя гуманитарные конвои и предпочитая быстрой помощи Североатлантическому союзнику долгие беседы с дипломатами. Спорное единогласие не помеха расширению, на этот раз с балканским акцентом. Их теперь 30 стран-участниц Североатлантического альянса. Северная Македония с надеждами на совместное будущее с Евросоюзом после 27 лет ожидания и смены названия, вызвавшего протесты среди местного населения, все-таки вступила армейскими ботинками в НАТО. Сомнительный подарок соседям, учитывая годовщину натовских бомбардировок Югославии. Итак, на Балканах без НАТО остались только Босния, Герцоговина, Сербии, к чему ведет балканская натовизация и чем едины 30 совершенно разных союзников. На поиски согласия среди разногласий отправилась Мария Петрашко. Попасть в Евросоюз через НАТО. Теперь уже Северная Македония, именуемая, как захотел того альянс, пошла по Североатлантической тропе. Но так ли безобидны широкие миротворческие объятия дядюшки Сэма? Ведь 70 – серьезный возраст. Диагностированные Эммануэлем Макроном смерть мозга альянса едва ли можно вылечить, приняв в палату новых пациентов. Но балканский рубеж открывает хороший вид на новые горизонты Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Большой натовский брат желает проследить как минимум за Ираном, Сирией и уезжающей на новых С-400 в Турции. Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам, в Турции и я скажу в НАТО, сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга. Вы не выполняете свои обязанности перед НАТО. Когда дело доходит до хвастовства, вы хвастаетесь. Вы даже не платите НАТО деньги, которые должны. Здесь новобранцы присягают на верность новым стандартам вооружения фанатовски, модернизируя свою технику на радость американским военно-промышленным компаниям. Новые контракты, новые бюджеты. Безопасность нынче стоит дорого. А на рынке НАТО счетчик крутит опытный бизнесмен. Это нечестно. Америка платит слишком много. Мы их защищаем. А они не платят. Это преступление. Подумаешь, у новичка нет своего флота, численности армии в пределах 8 тысяч, да и оборонный бюджет маленький. Надо это надо. Альянс пока еще в состоянии отсчитать 2% ВВП у стран-участниц и разделить на всех поровну 400 миллиардов долларов грядущих оборонных расходов. Это беспрецедентно. Это делает НАТО сильнее. После операций с осложнениями за пределами евроатлантического пространства в Ливии, Ираке и Афганистане, тех самых, которые ответной взрывной волной ударили по Европе терактами, едва ли теперь союзники радостно замаршируют, к примеру, в азиатском направлении. Да и един ли Альянс единым духом врага? Когда у премьера Канады Джастина Трюдо арктические причины косо смотреть на соседа Трампа. Такие отношения в Альянсе уже стали предметом пародии в американских телешоу. Он даже глупее Бориса. Ахаха, да он даже глупее меня. Погодите, давайте смотреть на него, будто он нам нравится. Восточный фланг Альянса не может до конца осознать потерю советской угрозы, пока мимо проходит вполне себе не призрачный, а реальный газопровод. Да и от новой волны мигрантов НАТО не укроет ни Грецию, ни Италию, ни Испанию, постоянно забывая о своих турецких друзьях при конфликте в Сирии, который и подарил Евросоюзу тысячи беженцев. НАТО это самый успешный альянс в истории, потому что мы способны меняться как меняется мир. Самый успешный в истории альянс, по мнению руководства самого альянса. И балканский акцент среди разрозненного контингента неплохая попытка оправдать взносы и продемонстрировать собственную востребованность. Пока роза ветров поворачивается в балканском направлении, весь мир гадает, куда теперь будет направлен североатлантический прицел. Искала согласие среди внутренних разногласий альянса в главном эфире Мария Петрашко. Это Смотрите во второй части программы. Семейный подряд посевной компании от рассвета до заката. Я учу по технической части. А насчет компьютера, еще я компьютер здесь вот он меня учит. Что посеешь, то и заработаешь одним экипажем. Опытный репортаж с полей. В переносном смысле Олимпиаде прописали 21-й год проведения. Добрый день, шановные телеглядочи. Битва лучших и единственных в Европе. Заканчивается вторая минута дополнительного времени. Как весь мир наблюдает за нашими спортсменами, расскажем в главном эфире. Их драма и игра. Купаловскому театру юбилейный сезон. Дякую театру мы выховываем нацию. Цена сцены в праздник главной профессии масок и перевоплощений. Без переигрываний сюжет нашей программы. Новые песни для главного победы. предкастинги «Х-фактора» в Гомеле. А я люблю я. Национальный конкурс вокала и таланта. Ищем самых музыкальных белорусов с главным эфиром. Во второй части программы. Вторую часть программы начнем с даты, которая у многих на устах. Юбилей победы. Правда, судя по тому, что происходит в медиапространстве, чувствуется она не всегда. Увы, сейчас оно переполнено не очень хорошими новостями. На фоне разговоров вокруг коронавируса и экономики, которую он парализует, закрытие границ и отмены массовых мероприятий во многих странах, сотрудники предприятия «Белгипс» в пятницу не упустили возможность спросить у президента, а что ждет нас? Ведь впереди знаковая дата 75-летия победы. Мы пока ничего не отменяли. У нас будут все мероприятия запланированные. Мы должны и вы тоже посмотрите, если где-то рядом что-то есть, возьмите хотя бы метелку, подметите, уберите эти памятники. Даже предприятиям где-то побелите, подкрасьте, подремонтируйте, чтобы и дети наши, и весь мир видел, что мы помним это, потому что Беларусь это живой памятник той страшной войны. Больше, чем белорусы, ни одна страна не пострадала. Мы пережили очень много. Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса. Мы уже свое население потеряли. Во время общения сотрудники Белгипса рассказали главе государства еще об одной теме, которая важна для безопасности и местных жителей. Казалось бы, завод расположен в Гатово. Это всего в 30 минутах езды от Минска. Но дорога из столицы на работу и обратно домой занимает куда больше времени. Участок от МКАД до деревни Новый двор слишком узкий. Там часто бывают аварии. Заводчане попросили расширить дорогу. Президент предложил предприятию сделать это вместе, подойти взвешенно и пообещал помочь. Расширение этой дороги по сути станет продолжением программы по развитию территории между двумя кольцевыми дорогами. Местные власти уже разработали концепцию, каким образом должны преобразовываться прилегающие земли. На первом этапе согласовано 14 объектов придорожного сервиса. Это кафе, СТО, автомойки, мини-гостиницы. Два объекта уже начинают строительство и этим летом на первом километре трассы М-14 начнет работу заправка Беларусь-нефть. В том числе там можно будет зарядить и электромобиль. Какое оно движение за МКАД смотрите в очередной серии на контроле президента. Второе кольцо. Инвестируем в долгосрочную перспективу. Дороги три года, а по сути никаких изменений нет в отходе. В обход белорусской столицы объедем пробки с ветерком. Второй пиксель безопасность движения это превыше всего. Сбросим скорость и сделаем остановку. Есть ли жизнь между двумя МКАДами? Я много говорил о том, что я хотел бы видеть вдоль этих дорог, но пока работа идет так, ни шатка, ни валка. Проведем диагностику логистического сердца Беларуси. Каждый километр у нас находится вход к контролям четким и зорким. Кольцевые дороги. Смотрите специальный проект на контроле президента. 1 апреля. После панорамы на Беларусь-1. На особом контроле сейчас и посевная кампания, ведь будущее урожая это наша продовольственная безопасность. Сейчас у аграриев горячая пора. Брестский район, например, закончил сев ранних яровых культур. Во всех хозяйствах страны используется каждая погожая минута, чтобы успеть как можно больше. Ведь по ночам в некоторых регионах все еще держатся заморозки, и этот тормозит темпы работ. В этом году посевная стартовала на 10 дней раньше, нежели в прошлом. По сути, из весны в весну. Зимы-то в принципе не было. Аграрий помнит, еще пару лет назад погодные условия были такими, что техника не могла выйти в поле. Лила, что называется, как из ведра. Сегодня солнце, комфортный плюс днем, идеальными условиям назовет и глава государства. Успешная кампания, помимо погоды, это, конечно, еще ряд факторов. Техника, грамотный расчет сроков. Но вот что посеешь, я про семена, с которыми работают фермеры. Сорта зерновых культур белорусской селекции, кстати, занимают 75% посевных площадей. За последние 20 лет по программе Генофонд растений создано 259 сортов зерновых, кормовых и технических культур. Только в минувшем году в госреестр включили два десятка и еще 30 передали на испытания. Ну а в целом по стране, благодаря использованию генетических ресурсов, создано более тысячи различных растений. Ну а мы расскажем о людях. Им работать и с семенами, и с техникой, и потом урожай убирать. Наши корреспонденты провели один день в поле и узнали, кто сидит у руля посевной компании. Он подменял у меня самого маленького. Когда он только пришел на компанию, уже посадился за руль. Все тянуло, он с дома убегал. А если я домой приезжал где-то там и ставил трактор, допустим, то это не выгнать было целый день. За руль трактора Дмитрий Оглик вместе с отцом впервые сел в 8 лет. Говорит, пока сверстники проводили каникулы за играми, он помогал в поле. И так каждое лето. Отец Николай Александрович признается, уборка урожая в 30-ти градусную жару испытание даже для взрослого. Поэтому за сына волновался. Но никакие запреты и уговоры не действовали. Чувства гордости были, конечно, но и, допустим, опасения были. Что отец так вот с утра до ночи дома приездки не бывает, а и семьи не видит, а ему как бы не хотелось такой судьбы, полегче судьбы хотелось бы. Ну, у нас сейчас другой век пришел, то есть более все компьютеризировано, все это более легче дается, техника совсем пошла другая, как раньше было. Поэтому, ну, я не думаю, что ему будет тяжело. А вот руководство предприятия против маленького помощника не возражало. Уже тогда знали, растет достойная смена. И после того, как Дмитрий закончил университет, ему предложили поработать на самой технологичной машине хозяйства. Попросили поработать временно на тракторе, ну, помочь хозяйству, потому что, как бы, не хватало кадров. Нравилось все, и по зарплате, и все, как бы, отлично выходило. Ну, как-то и остался, и прижилось. И тут новые опять дали, и как-то уже не хочется никуда идти. Сегодня отец и сын трудятся вместе на одном поле. Дмитрий подготавливает почву, а Николай сеет. Если что-то идет не так, всегда можно попросить помощи. Ехать-то я умею, если что-то случалось, я же ничего еще не знаю толком. Сразу иду до него, расспрашиваю что-нибудь, он мне подсказывал, помогал. Если время было свободное, помогал мне там разбирать, крутить, ремонтировались вместе. Есть чему поучиться у сына и отцу, несмотря на 25-летний стаж в сельском хозяйстве. Я его учу так, по технической части. А насчет компьютера, еще я компьютер, здесь вот он меня учит. Я уже не могу уже в этом разобраться. Слаженная работа такого тандема, говорят на предприятии, не может не сказаться на результатах. Отмечены были один и второй не раз на наших досках и почета, и премии, и денежные. Ну и вся лучшая техника дается тем людям, которые готовы на ней работать и приносить пользу нашему предприятию. Предприятие Березы Рай Агросервис небольшое, 2,5 тысячи гектаров, но весь цикл сельхозработ выполняют сами. Пока посеяли 62% ранних яровых, так что впереди предстоит еще немало работы. Рабочий день механизатора начинается в 7 часов утра. Во сколько он закончится, зависит от погоды. Так если на завтра синоптики прогнозируют дождь, сегодня постараются успеть максимум, а значит техника будет работать в поле до темна. Когда в поле, да и вообще в сельском хозяйстве не случайные люди, тогда и дело спорится. И на урожай можно рассчитывать. Для Михаила Микулича это первая посевная компания в качестве главного агронома. До этого была учеба в сельхозакадемии, кстати, по целевому направлению от родного хозяйства и практика. А теперь полная ответственность за урожай хлеба и кормов. На делы почти 3 тысячи гектаров. Даже для опытного агрария немало. Но старшие подсказывают. Безусловно, мы рассчитываем на большие рожаи, потому что у нас есть большое поголовье скота, необходима большая кормовая база, качественная корма, чтобы были неплохие удови молока. И все зависит от меня и от тех людей, которые будут работать в поле. Сейчас в хозяйстве полным ходом идет подкормка. В понедельник начнут яровой сев. А пока в лидерах нынешней посевной Брестская область. В Брестском районе уже и вовсе закончили сев ранних яровых. И это несмотря на то, что работы периодически приостанавливали ночные морозы. Морозы, солнце естественно и сушают верхний слой почвы. Это очень плохо. Из-за того мы сеяли очень хорошими темпами, но вот эти заморозки ночные не позволили нам поддержать те темпы, которые мы держались по 6-7% в день. При благоприятных погодных условиях нам осталось примерно сеять это на 6-7 дней и мы завершим сев. По словам специалистов, сейчас важно не гнаться за сроками, а сделать работу качественно. Такого принципа придерживается и семейный подряд из Березовского района. Ведь то, что посеяли сейчас, придется пожинать летом на уборочной. В этом сезоне они снова будут в одном экипаже, только уже на равных, как коллеги. В главном эфире Мария Тройнич, Андрей Ястребов, Николай Ковлев и Василий Фаталиев. Не будут гнаться за сроками в мире большого спорта. То, о чем многие болельщики с опасением говорили, все-таки произошло. Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенесены на год. Такое случилось впервые в истории. Решение было принято совместно Международным Олимпийским комитетом и властями Японии. Убытков, понятно, не избежать. По некоторым подсчетам, перенос игр обойдется организаторам в 2,7 миллиарда долларов. В эту сумму войдет в том числе оплата персоналу и охране, перебронирование гостиниц и аренда помещений. А это значит, что игры в Токио останутся вторыми и самых дорогих в истории после Сочи. Пока спортивные болельщики пытаются переварить эту новость, любители главной игры на планете футбола ближе знакомятся с белорусскими командами. Теперь мы знаем, что главное соревнование Европы происходит между Минским Динамо и футбольным клубом Минск, как бы это громко не звучало. Строительство новой команды Баты удается со скрипом, но его обсуждают не только у нас. Теперь даже в Индии можно увидеть телетрансляции игр чемпионата Беларуси по футболу. Конечно, в этих словах можно уловить долю иронии, но в главном контексте это справедливое утверждение. Более 10 стран мира, в том числе и Индия, уже выкупили права на показ чемпионата Беларуси, когда другие первенства взяли паузу. Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов посмотрел на наш футбол как на спортивные события мультипланетарного масштаба. Добрый день, шановне телеглядочи! Такими словами, наш футбол стал врываться в телекомпании других стран. Известный российский комментатор Роман Набучев, который работал на поединке с Луцка и Славей в первом туре, постарался на белорусском языке начать свой репортаж. Встреча, которая проходила пусть и не на самом ярком стадионе Республики Беларусь, получилась насыщенной. 3-1 по счету и всего 5 пенальти. Удар, гол! Это удивительный матч, в котором все голы забиты с пенальти. Комментаторский челлендж. Чем труднее подготовка, тем интереснее потом работать. Знаете, что у нас есть Борис Фаренов, Динамо Минц, Брестки, например, спорткомплекс. То есть стадион, конечно, другой формации совсем. Какие процессы мы забираем, это дело того, кто заплатил деньги за то, чтобы купить чемпионат. И в данном случае я не вижу здесь противоречий. Нам нужно заполнить сетку. Мы показываем почти весь тур, но это не минус, это особенность. Круто. Вы знаете, смотрите матч, в котором 5 пенальти, в котором у меня, как у комментатора, масса возможностей проявить свой профессионализм. Чемпионат Беларуси это чемпионат, натыканный всевозможными историями. Я могу сказать, что интерес есть. Интерес довольно большой. Интерес есть каждый день сейчас. То есть видно даже по тем запросам, которые к нам приходят от зарубежных коллег, что в принципе сейчас, посмотрев первый тур, увидев, что есть неплохая картинка по показу, есть динамика на поле, есть интересные точки, где-то города, где-то опять же люди, о которых можно рассказывать, интерес появляется. Подача и удар, который становится голевым. Первый гол руха высшей лиги. События о том, как наш футбол стали смотреть на всей планете, развивались стремительно. Пока закрывали свои соревнования как минимум топовая пятерка первенств Англия, Германия, Италия, Испания, Франция, то права на наш чемпионат стали покупать другие страны. На данный момент их 10. За нашими командами наблюдают в Украине, России, Израиле, Сербии, Боснии, Герцеговине, Хорватии, Словении, Черногории, Северной Македонии и Индии. Но телетрансляции это одно, ведь за матчами нашего чемпионата можно смотреть на официальном сайте Белорусской Федерации Футболок. Телеканал «Беларусь-5» в эти дни также работает в большом объеме, показывая поединки чемпионата страны в прямом эфире. Наш какой-то свой колорит, та же трансляция из Луцка, тот же Баян, да, на матче Ислыча, об этом много говорят, ну и здорово, что об этом говорят. Жалко, конечно, пока не о качестве игры. Северной Македонии Социальные сети ожидаемо стали средством обсуждения подобной ситуации, ведь на данный момент на планете играются только два национальных чемпионата. Белорусский – один из них. А в высшей лиге пишет авторитетная зарубежная пресса, порой выдергиваясь контекста слова, создаются и мемы. Здесь отметим свои. Креативная команда Минского «Динамо» визуализировала свою мечту, одев форму Роналду, Месси и Азара. И вот эту графику наши восточные соседи опубликовали сегодня, когда мы работали над этим материалом. Первый тур футбольного чемпионата Беларуси, скажем так, показал товар лицом. И уже к стартовому поединку второго тура, который стал содержоден между торпедой Белас и Белшиной, было приковано куда больше телезрительское внимание. Вот для меня лично это большой стимул. После этого всего на белорусский чемпионат обратят внимание. И даже те, кто о нем, можно сказать, и не знал, узнают. Так, стоп. Все круто. Но почему Ислыч? Живу в Минском районе. А вот именно этот поклонник футбольного клуба Ислыч и некогда наставник истории в Михановичской школе, причем преподавал он уроки и главному тренеру Виталию Жуковскому, Валерий Калантай, стал настоящим героем Ютуба и болельщиков футбола. Такой колорит очаровал очень многих. Знаменитый Балянист. Хорошо играет, кстати. И сын мой в этом клубе Ислыч, 2005 года рождения, и ученики мои бывшие тоже, так сказать, в этом клубе. Вы почувствовали такой небольшой момент славы и Беларусь в том числе? Ну, конечно, стало не по себе. Первые, вообще первые часы не знал, как мне с этим жить дальше. Сейчас немножко уже повыкся, люди узнают. Но главное подобное явление для нашего футбола должно показать недостатки подтолкнуть клубы к работе с аудиторией. Ведь каждая команда Беларуси это своя интересная история со своими звездами и воспитанниками. Другой такой возможности может и не быть. Но думаю, теперь вы прекрасно поняли, как белорусский футбол стал центром европейского и стал интересен не только международному зрителю, но и нашему. Питер главный посмотрели, за наш футбол, поболели. В главном эфире Анатолий Долтовский, Андрей Козлов. Валерий Калантай. А это событие отменей не подлежит. Всемирный день театра на этой неделе коснулся не только профессионалов, но и любителей сценического искусства. В этом году отметили по-настоящему широко с аудиторией из разных стран. Национальный академический театр имени Янки Купала открыл недельную серию онлайн-трансляций. Стартовали с культовой павлинки, спектакль, который традиционно открывает и закрывает театральный сезон. К слову, это для купаловцев сотый. Так все же последователи Шекспира или Купалы? Кто такой артист Купаловского сегодня? Наш культурный обозреватель Нина Можейко пообщалась с народными и почитала с тутейшими. Прольем свет софитов на белорусскую драму прямо сейчас. Шелестеть сторонками не был в школьном классе и в наши дни. Пирожка джать тут и правда нельга, возголерка и уважливо сочет режиссер. До премьеры еще несколько месяцев вале под рыхтоку начали уже зараз. Миколай Пенигин в другой раз взялся за тутейших. Аккурат в сотый сезон. Из носа. Я не хочу быть с носом. Я хочу быть снасилованным. Трагично смешливая сцена учат и рухдеях, алина самрач не жарт. Час на жарты не губляют, а выкористовывают до места. Бо тут этого мне там. Куда? Никуда. Ты не вовремя приехал? Почему? Почему не дадут тут учиться? Почему? Потому что надо ехать на Велску. Вот я приеду на Велску. На Велску. На Велску. Это очень интересное. Это все нашим кодом. Ментальным. Это не нужно. Когда он говорит о комаровке, ты понимаешь, ты отчет. Любят, разумеешь? Потому что ты тут народился и жив. На початку минулого 100 года Купала за всем не в воду глядев, а по боках. Там и пьеса отрималась про жизнь на скрыжевании и пошук самосвядомости. Микита с носа – галовный, помярковный герой. Знов вертается на национальную сцену. Да еще и с медалем Франциска Скарыны. А пошним часом целая обойма Купаловцов отримала у знагороды и подтвердила новые статусы народных и заслуженных. Я не могу сказать, что я играю там для всей Беларуси, для всего света. Это такой размытый поняток. Это за все ты твое сумление, твое актерское сумление и ты люди, которые тебя учили и у которых ты учился. Тому для меня у этого престиж и отказность. Не просто статус альбо там будинок, альбо там звание национального. Это все, конечно, дадает город во всю эту ситуацию, но не самое главное. А вот те люди, которые тут сбираются, которые тут работали, это для меня и есть национальный, и званный, и народный, и заслуженный, и так далее. Мара сбылась, здействовалась, по-соправдному, и я никольки не шкадую про это, потому что это мой театр. И он лепший. И это не пустословие, все же, маем гонор размовлять с выкладчиком парыторицы, Александром под обедом. Ся род его студентов чины, не будем называть высоких рангов, а мальпау с тагодзе у Купаловским, а ля звані народного отримав з усім нядауна. Саправдный интеллигент, и он зредку пагаджаецца на интервью. Не любить додатковые уваги. Выканав больш за 80 ролев, таму докладно ведая дефініцию, хто таки Купаловец. Профессионал. Перш за все, професионал. Человек, любённый в свою профессию. Это было, дякую Богу, это заховывается. Я еще раз скажу, я с великим задовольнением для джуны наших молодых артистов, у своей великой, ну, большинстве, які любят гэта театр, и они поважают гэта театр. У моему взрослі уже, коли есть у роли исповедальность, я лечу, што гэта самая головная, коли гэта есть, тады можна робіць роль. Репертуарная пытанне за усё де актуальнае, але ёсць выключэнні, на яких будуецца театральний фундамент. Але не, не, так не выпадай, я шатрохи порана. Без паулинки не обыходится омальневодный театральный сезон. Постановка «Долга жихар». У минулым годі паулинцы надалі і новий статус гісторико-культурної каштовності. Тому як раз до місцца поширать аудиторую. Покуль більше жихару планеті сядзеть дома, театр приходить до їх. Театральна класіка развіваецца згодна с часом, знімаюць і стагу, і з гэтага боку ця перс, а чыць задзеяння можна навад не выгодячі з дому, з допомогы мабільной прыладыці у інтернеті. Спіктакль, як і стаў культовым, набывай аматраў па усім свете. Паулинка пачалаты днёваю онлайн-серую трансляцій. Першы пакас собраў ля экрану 20 тыс. шкарыстальнікаў. Няшмат, але гэта толькі пачатак. Віртуальна дистанція будзе скорачацца. Я вспамінаю, што першы раз наведу гэты спіктакль са своімі батьками, і вось гэты фотоздымак з галовнаў сцены Купалавского татора да гэтага часу захаваўся ў маў пам'яті. Купалавский татор сёння гэта гісторе, гэта златый фонд національнаў культуры, гэта сучаснаць і будучыня. Мы адзначаем 100 гадоў. 100 гадоў гэта пачатак? Так. 100 гадоў гэта працяк? Безумовна. Гэта історея, якая працягваецца і глядзіць, ўпэўнена ў будучыню. Угаловным эфірэй Ніна Мажэйка, Віктор Шпак і Дзмитрий Чумак. А для этих ребят утверждэння вся наша жызнь, ігра буквальнае. І для вдохновэння им всегда нужны зрителі. Ані не бояться сматрэцца сцены прямо в глаза, а каждае их слово стреляец прямо в сердце. А тех, кому чужое внимание необхадіма как воздух, і ради нього вони готовы трудиться каждый день. Юные артисты в новой серії проекта «Поколение Биуай». Смотрите в четверг после панорамы. Когда упорство работает на пару с талантом. Работа, работа и работа. Когда харизма бьет ключом. Мы с сестрой в тебя влюбились. Ты такой милашка. Когда эмоции добавляют остроты. Смелее! А амбиции не дают остановиться. До безумия, до дрожи в коленях обожаю чужое внимание. Тогда под бурные аплодисменты на сцену выходят они, юные артисты. В новой серии проекта «Поколение Биуай». Четверг после панорамы на «Беларусь-1». Белтеля радиокомпания продолжает поиски обладателя «Х-фактора». На неделе команда популярного вокального талант-шоу провела предварительный кастинг в Гомеле. И он поставил рекорд по количеству участников. За два дня в стенах областного общественно-культурного центра судьи оценили 250 кандидатов. Всего же по итогам прослушиваний в трех городах свои таланты продемонстрировали 636 человек. Впереди у фокус-группы предкастинги еще в семи городах. Следующий состоится 4 и 5 апреля в Центре культуры Витебск. Регистрация начнется в 10.00. Подать заявку можно и сейчас онлайн на сайте tvr.by синими изумрудами выпала роса вышла красная солнечка прошлое не сложить цухие волосы а я люблю я грустная зима летит в окно и лишь несколько минут примерно 3000 человек на место если мы говорим про победителей X-фактора самая сильная категория это 16 18 16-20 лет вот эти я думаю что здесь конечно борьба развернется просто сумасшедшие сделать будет выбор очень сложно по итогам всех прослушиваний команда определит участников кастинга который пройдет непосредственно перед наставниками проекта их имена организаторы пока держат в тайне премьера шоу X-фактор намечена на сентябрь в эфире телеканала Беларусь-1 будем ждать ярких выступлений ну а на сегодня все такой получилась эта информационная неделя с вами были Ольга Макей и Сергей Гусаченко берегите себя счастливо субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok